Кустовое совещание 4 сентября стало заключительным в этом году. Именно на нем правительство региона в лице Анжелы Пуховой получило представление о степени готовности поселения области к осенне-зимнему периоду 15-16 годов. Кроме того, замминистра получила возможность задать беспокоящие ее вопросы. То и каким образом будет контролировать и вести, нести ответственность за старый дом, старых тех управляющих компаний, которые у нас должны. Вот этот механизм у вас понятен, то есть та система, которая у вас будет, я ее понимаю. То есть вы разработаете дорожную карту, там механизм, подпишите договора, двинетесь, даже вообще не сомневаюсь. По словам представителей администрации района, некоторые компании получили долги еще до лицензирования. На сегодняшний день эти организации должны самостоятельно заниматься взысканием дебиторской задолженности. При этом у самой администрации района имеются вопросы к МОСОБЛ ЕИРЦ. Мы обсудили все вопросы, начиная от выставления платежек, процентов начисления, качества работы с населением и заканчивая внедрением дальше на территорию района. Протокол мы направили, и Федина, и в МОСОБЛ ЕИРЦ. Соответственно, там четко определен порядок по дальнейшему внедрению, тем более, что часть проблем сегодня не решена со стороны МОСОБЛ ЕИРЦ. Дополнительные офисы, доступность для населения, встречи с главами поселений – все это пока находится в стадии планирования. По словам Ольховика, взаимодействие региона с организацией проработано на ближайшие два месяца. Ряд вопросов вызвала работа проблемной ЗАО ГТС. Замминистра ЖКХ оказалась в курсе данной проблемы. По поручению Кирстова Дмитрия Владимировича направили в наши правоохранительные органы информацию, для того, чтобы проверить там эту деятельность этой организации. Потому что это действительно нонсенс у нас получается. Ну, я не знаю. Да, вот мне тут рассказывают, уже возбудили уголовное дело. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.